Привет! Кое-кто из вас, наверное, слышал об американском фонде Clean Future Fund. У нас есть большая программа «Помощи детям», «Чурн-чурн-чурн-чурн-клограмм». Эти ребята несколько лет занимались своими инициативами прямо на ЧАЭС. И вот в прошлом году впервые с ними договорились, чтобы они провели свои мероприятия здесь, прямо в Славутиче, в ответ на некоторые преференции со стороны города. Мы помогаем помещениям, транспортом, организационными моментами, шантажируем, но за это вы наших деструктуровных собачек тоже обслуживаете. Что, даже деньги не отмываете? Не воруете с полком? Ничего не отказываете? Я вам покажу. Вот своя полка. Суть в том, что в прошлом году этот фонд провел в городе акцию, в ходе которой бесплатно, в течение практически недели, они прививали и делали стерилизацию бездомным собакам. Производили отлов и вот эти манипуляции. Под шумок этого многие собаководы, кошатники приводили и своих домашних животных, чтобы точно так же бесплатно и качественно провести эти процедуры. Процедуры действительно качественные, потому что они профессионалы в этом, у них целый штат крутых ветеринаров, хорошее оборудование и они в этом знают толк. И вот в этом году в Славутичи снова будет проходить акция этого фонда, Clean Future Fund. Вот здесь, за мной, по трибунам помещений стадиона с 3 по 7 июня. So our program this year, our veterinarians, will be coming from June 3 through June 7, Monday through Friday. You can find us at our hospital near the stadium and we'd be very happy to see you and all of your cats and dogs. Надо перевезти всем людям. У нас все, что знают, это who is you to today, I am you to today. Это все, что знают. I am glad to see you. Точно так же, как в прошлом году, возможно, будет прийти со своими домашними. Но в этот раз ребята с фонда просят не злоупотреблять этим, потому что просто у них не хватает элементарно времени, чтобы сделать свою целевую работу. Единственный важный момент касается отлова собак. Отлов будет производиться, ну, либо физически, с помощью там лосо какого-то, либо, если собака агрессивная, то будет проводиться отлов с помощью духового ружья с дротиком со снотворным. Поэтому все любители самовыгула собак, когда безответственно открываете двери, собака выбегает и гуляет сама по себе на улице, с 3 по 7 июня купите себе поводки. Иначе вашу собачку могут по ошибке поймать, принудительно полечить и принудительно стерилизовать. Потому что просто собака на улице без хозяина, по сути, является беспризорной. Будет работать отлов, отлов сертифицированный. Поэтому огромная просьба, чтобы хозяева своих животных, которые домашние, не отпускали их на самовыгул, дабы избежать отлова этих животных. Я тезисно скажу для всех. Халява будет, но ее будет не в таком количестве, как в прошлом году. И держите своих собак на поводках. Это тезисно. Еще раз за финалю. С 3 по 7 июня все желающие могут привести к потребунному помещению бездомных собак и кошек для бесплатной стерилизации и вакцинации. А вам, фонду американскому Clean Future, огромное спасибо от лица всех славутичан. Спасибо, что делаете такое доброе и очень важное для нас дело. Пока. У нас просто несколько месяцев назад было мне в архитектурном отделе задание найти место для нового собачьего приюта. Не в таком виде, как он сейчас, из говна и палок сделан. Это можно будет вырезать. А найти новое место для полноценного приюта. И в наших розовых мечтах было в том числе попробовать каким-то образом замотивировать фонды типа вашего, чтобы поучаствовать в реализации этого. То есть, ну, конечно, мы рады работать с вами и хотели бы, в общем, у меня дело только со мной. Можно применять еще и другие организации, которые... Задача этот приют полностью на самобеспечении. Чтобы мы каждый год не вливали лям-лям-лям сюда. А есть несколько функционалов в этом приюте, которые сами все зарабатывают. Контактный зоопарк, ветеринария и... Ветеринария, они, кстати, клинику хотели открывать. А нам, если при этом же будет. И третье, зоогостиница. Вот я или ты уезжаем куда-нибудь. Да, я так классно. Наворовали вы с руками денег, уезжаем отдыхать на... На Мальдивы. На Мальдивы, да. А нам наших собак породистых, дорогих, некому оставить. И мы... Ну, мы по штуке баксов заплатили, за день пребывали. И на эти тысячи долларов приют уже покупает корм. Ну, и отмывает деньги. Понятное дело. Вот вам. Понятное дело. Спасибо. Мудрое познакомиться. А у меня личный вопрос. У меня личный вопрос. В Америку заберете? Вот после Америки, по-твоему, в чем самое большое отличие Украины от Америки? Вот самое большое отличие. Почему вы там, где вы, а мы там, где мы? Никак не можем сделать какой-то первый такой качественный шаг, что мы действительно развитая страна. Мы вроде боремся, боремся за что-то каждое поколение, а стоим на месте. Украина, которое я имею в виду. Здесь это геополитика. Да? В Украине мы изолированы от моря. В Украине вы – это путь между северо и северо. И это очень важный и вирал место. И самая лучшая защита Америки – это литерская экономика. Это длинная дорога. Самая лучшая защита Америки в том, что ваше население, в общем, как бы между собой они там не имели какие-то разногласия, но, в общем, все американцы. И все ощущают себя американцами. В этом ваша лучшая защита. У нас пока такого нет. А Украина благословлена вот этими всеми. У нас личная земля, есть выход от моря, горы, ну, как бы... Украина – это не дезерт, это феркал-гарден. Короче, ребята, нам надо все-таки наконец-то полюбить свою страну и сохранить то, что у нас есть. Спасибо. Спасибо. Спасибо.